Привет друзья! Сегодня мы поговорим о такой теме, как запись звонков на смартфонах Xiaomi, да и на других андроид устройствах в целом. Разберем два способа как можно полноценно избавиться от надоедливого оповещения о записи вызова в стандартной звонилке от Google. Никаких разблокировок загрузчиков, никаких рутправ, никаких перепрошивок, а всего лишь 3 минуты внимания и вы навсегда решите этот вопрос. А пока не забудьте поддержать видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить другие полезные видео. И мы начинаем. Как вы знаете, во всех актуальных версиях MIUI используется звонилка от Google, которая многим пользователям очень не нравится из-за отсутствия полноценной записи вызова. Да, несмотря на то, что эта функция уже доступна, пользуются ей немногие. И причина тому – предупреждение о записи звонка, которое все портит, начата запись вызова. Однако теперь есть полноценное решение данной проблемы, причем максимально простое. Итак, давайте разбираться по порядку. Все, что нам понадобится – это скачать специальный синтезатор речи и правильно настроить. Перебрав десятки различных вариантов, мы нашли самый оптимальный синтезатор речи, который занимает мало места, не просит денег, не захламляет рабочий стол своей иконкой, а главное – с ним работает данный трюк с включением предупреждения о записи вызова. Итак, открываем Play Market, ищем приложение под названием TTS Lex и просто устанавливаем. Даже запускать ничего не нужно. Для вашего удобства оставим ссылку на это приложение в описании к видео. После установки необходимо активировать данный синтезатор речи вместо стандартного гугловского. Для этого открываем системные настройки и переходим по пути – Расширенные настройки – Языки ввод – Синтезатор речи. Ну либо просто вводим в поиск по настройкам – Синтезатор речи и сразу же попадаем в нужный раздел. Далее в пункте Синтезатор речи по умолчанию выбираем наше установленное приложение TTS Lex. И мы почти на финишной прямой. Теперь нам остается лишь очистить данные приложения телефон. Для этого переходим в Настройки – Все приложения, ищем нашу звонилку от Google и смело очищаем данные. Не переживайте, никакие контакты и вызовы не удалятся. Как видите, все на месте. Что ж, осталось проверить все это на деле. Совершаем звонок. Запускаем запись. Останавливаем запись. И, как можете заметить, ни до, ни после записи звонка никаких предупреждений озвучено не было. Разумеется, и на самой записи вы ничего не услышите, кроме самого разговора. Все отлично работает и не слетает. Ни после перезагрузки, ни после обновления прошивки. Мы проверили на нескольких смартфонах и версиях прошивки. Единственный момент. После очистки приложения телефон при самом первом звонке только один раз вы можете услышать синтетический голос. Не пугайтесь, он проигрывается только один раз после очистки данных телефона. И то не во время самого звонка, а лишь в процессе соединения. При последующих вызовах подобное не повторится. Так что просто не обращайте на него внимания. В случае же, если вы категорически не хотите устанавливать сторонние приложения, то есть еще одно решение. В настройках синтезатора речи можно выкрутить скорость речи на максимум, а тон на минимум. В таком случае во время начала и завершения записи звонка оповещение по-прежнему будет воспроизводиться, но будет уже совершенно неразборчивым для собеседника. Лично я для себя выбрала первый способ с полноценным отключением оповещения. Друзья, делитесь в комментариях, пользуетесь ли вы записью вызовов и сработали ли у вас данные способы отключения оповещения. И конечно же не забывайте подписаться на канал, мы готовим для вас еще множество полезных лайфхаков и обзоров. Спасибо за просмотр, пока-пока!